Подготовка идет по плану, все нормально, условия хорошие, поле вы сами все видите, поэтому задача наша сейчас сама на вас вспомнить то, что мы нарабатывали на первом сборе, потому что у нас добавились новички, объяснить им, показать и двигаться в том направлении, к которому мы стремимся. У нас, повторюсь, в сентябре начало отборочных, поэтому нам нужно максимально быть к этому готовы, и сейчас турнир Лобановского как раз, скажем так, подготовительный этап и очень важный. Эпидемия травм перед отпуском большая, поэтому пришлось довызывать, но к этому нужно быть готовым, поэтому те ребята, которые сейчас работают, они молодцы, хорошо работают, принимают требования наши, самое главное, и все в их руках. Конечно же сделали акцент и на игру Кипра, то есть в принципе там такая мощная команда, играет широко, максимальное число игроков используют в атаке, много длинных передач, поэтому для нас самое главное, наверное, главное соперник это мы, чтобы мы побыстрее схватили наши требования, те, которые мы хотим, чтобы мы уже понимали, чего мы хотим на футбольном поле, поэтому мы сейчас больше работаем над этим. Скажем так, никто там задачу не ставит победить, но все мы понимаем, что этот турнир тоже очень важный, все мы знаем, что давно не выигрывали, особенно молодежная сборная этот турнир, поэтому мы сделаем от себя все зависящее, чтобы победить, но прям кровь из носу выиграть турнир, конечно же, мы не ставим, потому что в принципе у нас есть другие задачи, первое, чтобы посмотреть ребят новичков, вот, наиграть связи, поэтому самая главная задача у нас это сентябрь. Бросаться не будем, еще много работы по этому поводу, но то, что мы хотим видеть, да, это первая контроль мяча, что касается атаки, что касается обороны, это прессинг, высокий прессинг, вот, и баланс, конечно, компактность между линиями, это для нас приоритет. Ты повернулся с табора национальной сборной до молодежи, не переживай все, поделись вражениями от того, как ты тренировался с национальной командой. Вражения самые позитивные, все-таки тренироваться под руководством Андрея Николаевича Шевченко, это великий бонус для меня, плюс такие игроки, как Александр Зинченко, Руслан Милановский, это пока что для меня это великий бонус был. Настрой звичайный, все задоволены, все рады приезжать в сборную, это всегда свято. Звичайно, завдание стоит победить в этом турнире, потому что уже давно, если не помиляюсь, 10 лет, как украинские команды не выигрывали в этом турнире, завдание максимальное. Перший матч завтра против сборной Кипра. Что можешь сказать про эту команду? Команда играет в хороший футбол, старается комбиновать, есть здоровые габаритные футболисты, надеюсь, будет интересная игра. Под руководством Руслана Петровича очень интересно работать, он старается идти в ногу с современным футболом, он заставляет нас играть в хороший комбинационный футбол. И, конечно, то, что он буквально пару лет назад еще играл в финале Лиги Европы, это для нас великое натхнение. Вы начинали тренироваться с национальной командой в Харькове, какие выражения от всех? Ну, разница здесь, в молодежной команде, они игроки младшие, ну, разница видна, потому что в первой команде игроки там лучшие, конечно. Ну, и разница большая. Тренироваться с такими игроками, очень хорошими игроки, это мотивация сильно большая, и для меня и для всех это очень хорошо. Постараемся выиграть против Кипра. Ну, мы турнир должны выиграть, потому что у нас команда очень хорошая, игроки очень хорошие, и мы всегда должны выигрывать.